Итак, товарищи, сегодня мы продолжим изучение экономических проблем социализма в СССР. И я предлагаю рассмотреть пятую и шестую главы этого труда сталинского. Пятая глава. Вопрос о распаде единого мирового рынка и углублении кризиса мировой капиталистической системы. Начинает он рассмотрение этого вопроса с такой мысли, что наиболее важным экономическим результатом Второй мировой войны и ее хозяйственных последствий нужно считать распад единого всеохватывающего мирового рынка. Это обстоятельство определило дальнейшее углубление общего кризиса мировой капиталистической системы. Вторая мировая война сама была порождена этим кризисом. Каждая из двух капиталистических коалиций, вцепившиеся друг к другу во время войны, рассчитывала разбить противника и добиться мирового господства. Ну помните две коалиции эти какие были. Это бывшая Антанта, Англия, Франция и Соединенные Штаты и другие ребята с ними. А с другой стороны это Германия прежде всего. К ней примкнули Италия и Япония. В этом они искали выход из кризиса. Соединенные Штаты Америки рассчитывали вывести из строя наиболее опасных своих конкурентов Германию и Японию, захватить в зарубежные рынки мировые ресурсы сырья и добиться мирового господства. То есть Штаты уже тогда ставили задачу перед Второй мировой войной добиться своего господства. Однако война не оправдала этих надежд. Правда Германия и Япония были выведены из строя как конкуренты трех главных капиталистических стран США, Англии и Франции. Но наряду с этим от капиталистической системы отпали Китай и другие народно-демократические страны в Европе, образовав вместе с Советским Союзом единый и мощный социалистический лагерь, противостоящий лагерю капитализма. Экономическим результатом существования двух противоположных лагерей явилось то, что единый всеохватывающий мировой рынок распался, в результате чего мы имеем теперь два параллельных мировых рынка, тоже противостоящих друг другу. Ну, какие два противостоящих рынка, понятно, да? Социалистический и капиталистический. Следует отметить, что Соединенные Штаты и Англия с Францией сами содействовали, конечно, помимо своей воли, образованию и укреплению нового параллельного мирового рынка. Они подвергли экономической блокаде СССР, Китай и европейские народно-демократические страны, не вошедшие в систему плана Маршала, думая этим удушить их. На деле же получилось не удушение, а укрепление нового мирового рынка. Все же основное в этом деле состоит, конечно, не в экономической блокаде, а в том, что за период после войны эти страны экономически сомкнулись и наладили экономическое сотрудничество и взаимопомощь. Опыт этого сотрудничества показывает, что ни одна капиталистическая страна не могла бы оказать такой действительной и технически квалифицированной помощи народно-демократическим странам, какую оказывает им Советский Союз. Опыт, правда, пока еще, как вы видите, небольшой. То есть, 52-й год, где-то 7 лет прошло после окончания войны. А если брать образование народно-демократическое, то некоторые только в 46-м году, в 47-м даже. А Китай, по-моему, в 48-м, если не ошибаюсь, стал народной республикой. Дело не только в том, что помощь эта является максимально дешевой и технически первоклассной. Дело прежде всего в том, что в основе этого сотрудничества лежит искреннее желание помочь друг другу и добиться общего экономического подъема. То есть, этот рынок складывался на дружественной основе. В результате мы имеем высокие темпы развития промышленности в этих странах. Можно с уверенностью сказать, что при таких темпах развития промышленности скоро дело дойдет до того, что эти страны не только не будут нуждаться в завозе товаров из капиталистических стран, но сами почувствуют необходимость отпускать на сторону избыточные товары своего производства. Но из этого следует, что сфера приложения сил главных капиталистических стран, то есть Шанглия и Франция, к мировым ресурсам будет не расширяться, а сокращаться. Что условия мирового рынка сбыта для этих стран будут ухудшаться, а недогрузка предприятий в этих странах будет увеличиваться. В этом, собственно, и состоит углубление общего кризиса мировой капиталистической системы в связи с распадом мирового рынка. Это чувствуют сами капиталисты, ибо трудно не почувствовать потерю таких рынков, как СССР, Китай. Они стараются перекрыть эти трудности планом маршала, войной в Корее, гонкой вооружений, милитаризацией промышленности. Но это очень похоже на то, что утопающих хватается за соломинку. Помните, в этот период в Корее пришла война с 50-го в 53-й год. В связи с таким положением перед экономистами встали два вопроса. Первый. Можно ли утверждать, что известный тезис Сталина об относительной стабильности рынков в период общего кризиса капитализма, высказанный до Второй мировой войны, все еще остается в силе? И второй вопрос. Можно ли утверждать, что известный тезис Ленина, высказанный им весной 2016 года, о том, что несмотря на загнивание капитализма, в целом капитализм растет неизменно быстрее, чем прежде? Все еще тоже остается в силе этот вопрос. И на эти два вопроса он отвечает так. Я думаю, что нельзя этого утверждать. Ввиду новых условий, возникших в связи со Второй мировой войной, оба тезиса нужно считать утратившими силу.